так доброе утро я иду на пляж но не на ау-нанг пляж а пойдем получается направо там малолюдно чуточку чуточку только почище и вот что хотел сказать вчера какой-то парень в комментариях дал наводку что есть какой-то манки пляж это получается ты доходишь вот до сюда прямо до пляжа ау-нанга вот здесь вот бюро где ты можешь купить билет на лодку и поворачивать налево и идешь до конца я значит вчера по поводу этого места почитала погубила она действительно очень красиво но там нужно подниматься через гору через лестницу и там до хренися обезьян очень много и в отзывах там писали между прочим что обезьяны там дикие то есть их во первых очень много во вторых они сидят прямо на ступеньках на перилах в третьих какой-то парень написал я шел с шейком обезьяна просто на меня подлетела села на плечи и отобрала этот шейк другая писала хотели покормить начали открывать рюкзак они как слетелись решили не кормить рюкзак закрыли я в общем боюсь обезьян я туда не пойду но это место я оставлю в описании может кому-то будет полезно кто не боится сходят почитайте посмотрите загуглите где это находится может вам вообще неудобно идти так далеко вот на протяжении всего побережье есть вот офисы так что вот тот который я только что показывал он не один единственный как минимум три я насчитала уже а то и больше вот поэтому если вы живете вдали от этой вот центральной улице ау-нанга не переживайте вот рядом еще найдете бюро где можно купить билет себе на не обитаемый остров развлечений не знаете чё знаете что хотела рассказать я все не должна была съезжать с хостела мне короче здесь нужно проторчать до 15 числа в этом районе и я забронировала вот в ау-нанге до 10 числа себе отель и думала потом с 10 по 15 буду жить на крабе обратно на крабе зачем тут же получше тут повеселее и короче до бронировала еще себе на нет на четыре дня получается до 14 буду здесь а потом уже на крабе поеду там на 12 числа пойдем с вами водительское удостоверение получать вот я добралась до пляжа вот еще одно туристическое бюро которая отправляет туристов на лодках до островов сейчас выберем место в тенётике и расположимся 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 два положимся ага тут занятой хороший тенёк себе заняли еще вот есть вон там он пляж сейчас покажу можно было бы дойти до туда но далековато можно было бы взять конечно велосипед и добраться до него не знаю может завтра сегодня пока здесь хочу так 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 ну вот что хотелось сказать сюда лучше приходить в первой половине дня потому что вода убывает и там уже будут камни вот в первой половине дня уже сразу глубоко поэтому если что имейте ввиду вода мутная повторюсь почище чем на аонанге на пляже народ увидите здесь поменьше а вода когда почему грязные записка тут не плавает всякая фигня по типам пластика бутылок упаковок от чипсов всяких вот поэтому если что взять сюда так зашла в такое местечко написано лучше хватает вот такое меню так вот тут все стандартно картошка фарии наггетсы ваннбургер есть по той рис всякие такие штуки смотрите жареное яйцо 15 20 всего лишь супы там я с креветками 150 стоит это стандартная цена здесь так рыба по 350 так 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 салатики всякие и напитки все я заказала себе подтай ой долго я ждала свое блюдо в общем вот он подтай тут яйцо лапша зеленушка курица так и лайм сейчас польем все и красота так руки я сходила помыла также возьмем палки не будем очень вкусные немножко кислый и соленый и сладкий очень очень вкусно еще присутствует вкус дымка вкус костра обалденно обожаю я кстати в этот раз приехал вот первый раз жизни я попробовала подтай именно в бангкоке почему я раньше его не ел такой вкуснотища все приятного вида вот моя комната вот еще сдается комната только тут уже не хостел полноценная комната кровать так такая странная да матрас маленький стол есть кресло есть второй день уже никто не заезжает ума рубаха слышится ну и все отправляемся с вами на вечернюю прогулку когда мы приезжали сюда в 2019 году вот на этом месте именно на углу я помню тут был постел открыт он еще тогда был сейчас закрыт и там проходили такие мега тусовки там была куча народу молодежи парни девушки я помню стоял большой стол и на этом столе была куча выпивки и они играли вот с этим шариком пинтон вот кидали выпивали кричали стоял такой гул была громкая музыка в общем там творилась такая веселуха и я вот всегда причем каждый день я вот всегда проходила мимо когда этого хостела и думала вау так круто я так хочу попасть на эту тусовку на этот праздник жизни а сейчас он закрыт но здесь очень много хостелов как раз вот такие 18 плюс то есть туда не пускают детей они шумные там проводятся вечеринки все друг с другом знакомятся как минимум три вот я когда искал хостел в котором жить у меня не такой если что как минимум три мне встречалось вот таких вот веселушных назовем это так но я уже не в том воздухе чтобы на такие тусовки подписываться тогда надо было с наступлением темноты предприниматели тайцы выходят на улицы и раскладывают свои столики продают всякие безделушки заманушки для туристов кто-то торгует одежды кто-то бижутерии одни продают сладости другие воду кто-то может предложить о своей макашнице полноценный ужин ну а около мечети открыт рыночек небольшой где можно покушать и приобрести себе что-нибудь с этой стороны стоят палатки я там не буду снимать в общем продают вот всякие штаны со слониками потом кошельки со слониками ну в общем такое все туристическое а вот здесь уже яички национальные блюда так на отдаление поставлю микс какой-то можно приготовить какие-то сладости кокоса тут вот сидят а люди кушают есть место для перекуса так я вижу наггетсы всякие по 20 бат за штучку шашлычки по 20 бат за штучку 50 куриная ляжка вот шашлыки ой эти гёдзе гёдзе на шпажке 4 штуки 40 бат картофель фри по 40 бат так шаурма шаурма здесь по моему 60 да вот 60 бат стоит халялька так и сладости вон готовит мороженое видимо да вот цена указана так и коктейль можно приготовить из фруктов по 40 бат кокос тоже 40 бат и чем ближе мы будем подходить к набережне и чем ближе мы будем подходить к набережной тем будет становиться веселее кучнее и шумнее так по тайпу 50 любая рыба 250 не любая рыба там написано целая рыба 250 бат что уж там за рыба я не знаю ну вот тоже такое атмосферное местечко бар где можно посидеть и выпить так любой коктейль 119 бат и еще есть за 99 бат некоторые вон только возвращаются с островов привозят лодки вот и вот ребята уже уезжают где-то в 6 часов они устраивают здесь на набережной шоу огненное шоу жонглирует этими палками прошу прощения знаю как называется мне не надо вот и даже вот этот парень на инвалидной коляске даже он выступал я прошу рассмотрела такой молодец и шоу было действительно крутое так что если будете здесь где-то в 6 часов как после заката сразу как только солнышко сядет они начинают свое представление приходите смотрите всякая шушера обложки на паспорт почему-то много здесь этих киосков где продают обложки на паспорт видимо пользуется популярностью много сувенирных магазинов магазина электроники всякие игры для взрослых и для детей тут магазин с алкогольной продукцией вот кстати парень сейчас в комментариях написал почем алое почем крема солнцезащитные пожалуйста смотрите стоимость умножайте на 3 в рублях так ли алое он самый дешевый 135 я пока вижу ну крем солнцезащитные на мой взгляд однозначно нужно брать с собой так магазин такой приколдесный по типу этого ой забыла как называется не юникла какой-то не несу вспомнила тут же есть он макдональдс о магазин с бытовой химией как в турции так сейчас королеву обгоним все здесь продаются всякая мишура опять же сумки разных видов он плетенки он непромокаемые рюкзаки рубашки вам по 200 бат по типа гавайские вот они игрушки детские кепки вон брючки симпатичные 199 бат палантины вот эти вот шарфы китайские знаменитые по 100 бат и лежанки по 100 и по 150 бат с винирной продукции очень понятно взаиморождение так ребята сидят кушают ресторан самый обычный так массаж 250 до 250 бат ну тайский классический и массаж для ног 250 а вон этот тунец или как я не знаю как это рыба называется в общем вот как ей памятник поставили рыбе прям памятник поставили знаю тоже не просто так наверняка сделала что-нибудь такое значимое для этой республики так купальники есть всякие костюмы вон рубашки штаны 250 бат всего лишь ой какие симпатичные рубашки так дальше идем пока дорога чиста для детей вон есть одежда тоже классненькая ой вообще суперская так морепродукты ой как вкусно пахнет обалденно так парни можно вас обогнать ой парень покушал о вот здесь готовят коктейль я знаю вон ну ладно короче прошу раз он так сильно отрез этот шейкер прям очень-очень сильно устроил целое шоу можно сказать 7-11 как оттуда веет холодом очень круто краби футболки кстати 500 раз уже говорил мы когда были здесь в 2019 году мы значит мы покупали в подарок футболки вот эти вот с символикой краби и забыли их в шкафу на верхней полке то есть мы когда съезжали все проверили а вот на верхнюю полку не заглянули и забыли здесь футболки вот эти кулемы так что еще о литус так что хотела что хотела сказать фрукты вот здесь продают нарезанные например половинка драгонфрукта просто вот нарезанная долька продается по 50 баров ну к примеру вот килограмм вот этого драгонфрукта стоит вау стоит 70 бат вот целое шоу можно пройти окей окей не буду фоткать тебя так шоу будет три шоу строят они молодцы девчонки так что же дальше костюмовы здесь тоже заметила много этих магазинчиков с мужскими костюмами где пиджак брюки все такое ой костюм брючина на секундочку стоит две с половиной тысячи бар пиджак 1800 если кому-то нужно я кстати задавалась вопросом кому-то это нужно здесь интересно или нет что смотрите вот один из примеров сей бич хостел там есть бар на первом этаже бильярд потом бильярд там есть или это мне глаза мои обманывают ладно фиг с ним в общем народу народ там есть в общем какой-то тусовочный костел вот народу там не так шумно конечно не как в том костеле который я описывала в начале но тем не менее крутой крутой внутри конечно не было но с виду так вот вполне себе достойно вот еще одно прикольное прикольное место для чила тут и массаж можно сделать и побалдеть и коктейль и чепсики и сами понимаете что и музыка еще расслабляющая естественно к чему мы пришли конечно же к ночному маркету знаете нужно отметить что он довольно огромный я вижу там много народу много павильонов сейчас засниму все здесь среды с одеждой со всей той же самой одеждой что и в центре ау-нанга ну сейчас пройдусь посмотрю если будет что-то необычное то обязательно засниму вон тайский машаж 300 бат ой симпатичные вещи женские ой сарафанчики мои любимые всякие классные мамке думаю это нравилось вот в чем-то необычном торгуют это такие кошельки что ли обалдеть вот это моя тема необычное но это жесть но это жесть на вечер надо же так солнце о 99 бат халява тут что аромасвечи магнитики лёлики очки по 100 бат да все мэджик шоп всякие обманки продаете да вау куча еды тут вон продают буррито всякие вот какая очередь тайские национальное блюдо сало 5 за 100 цены не вижу ой славные стучки почем 20 бат одна штучка сладости они очень вкусные так вот здесь можно папайос салат 50 бат салатики всякие разные так что тут делают а эти осьминоги осьминоги креветки вот эти маленькие вылавливают из аквариума вон он их в каких-то специях перемешал и сейчас продаст сладкая вата сладкие блинчики какие-то вот такая у меня кусок ну так и проходят усовки тем кому за 30 я думала ну это не Паттайя чего уж ожидать один раз увидели 20 ну хватит и все одно и то же на этом рынке кстати даже чуть-чуть подороже цены чем вот в центре кушать в ресторане вот так вот ну какой-то коктейль борис посмотрим гриль вот так картошка картошка в гриле с тунцом вон 89 бат ну нет с кукурузой с сыром майонезом с маслом ну тут уж маргарин ну не знаю вон как это выглядит пахнет вкусно рыба 199 бат а что нормально вообще прилично 600 рублей то бишь ой что-то перцем здесь пахнет сейчас чихну наверное стараюсь но постараюсь этого не делать так Паттай с креветкой 100 то бишь 300 рублей с курицей тоже 100 300 рублей так том ям 150 значит 450 рублей ой вон какие аппетитные готовые блюда о утка 200 и 400 бат и курица бату для детей а тир китайцы китайцы ну вот они наверное хотят игрушку выиграть они же любят ладно уйдем отсюда опасно люди вон с ружьем ходят если вы живете в центре Аунанга то ну не стоит туда сюда а сюда специально идти для того чтобы там поесть а если нечего делать прогуляться можно а так ну ничего тут такого нету чем можно удивить свои глазки вон если только кольца полосу изба золотые но народу не так много здесь тоже будет живая музыка а здесь по более все сидят пьют пиво а здесь вон за татуировку что ли пришла девочка маленькая вечерами на набережной вот так сидят парочки сидят семьями вот одна женщина сидит просто пьет пиво и кушает а вон ребята пьют виски с колой а вон ребята пиво набрали и будут сейчас пить пиво в общем каждый развлекается и отдыхает так как хочет а я себе взяла вот так ханту со вкусом личи вот еще хотела показать один хостел какой хостел называется вот как раз таки 18 плюс видите здесь то есть не просто бар а тут еще и хостел заезжаем все тусуешься не выходя из номера можно сказать ну а я решила завершить вечер кебабу еще взяла себе вон блинчик роти но это на утро уже ну и все спасибо большое что составили мне компанию прогулялись вместе со мной если понравилось видео ставь лайк и не забудь подписаться пока 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 пока